Насчет выполнения работ по изоляции, мы будем прояснить следующее. Предприятие находится в стадии конкурсного производства. Осуществление хозяйственной деятельности в этой процедуре очень сложный момент. То есть все платежи производятся согласно календарной очередности по закону о банкротстве. Сначала списываются долги кредиторам, то есть за газ, за электроэнергию завода. А чуть ли не в последнюю очередь уже работают древние деньги, которые необходимы для закупки материалов. Если есть больше чего, он считывает зашедшее сюда тепло. То есть они тогда, это их потеря уже напрямую, они должны подать сюда тепло определенного носителя. Если здесь изоляции нет, они вынуждены эту воду еще больше нагревать, для того, чтобы она нужная температура дошла. И это уже убытки напрямую тепловой компании. То есть люди в этом случае, они ничего не переплачивают. Абсолютно. Вот. И по поводу ОДН, которые, допустим, те, которые собственники делали, допустим, отопление после 2012 года, то есть им, у них сейчас приходят счета на ОДН. То есть, получается, подъезды отапливают собственными котлами, потому что батареи никогда в жизни в доме не было, хоть он с 64-го года. У меня в таком же доме живет моя мама. Не было никогда в жизни там этих батарей в коридоре. Но с марта месяца вышел такой закон, и все граждане Российской Федерации должны соблюдать. Если отопление подходит к дому многоквартирному, то считается, что это отопление расходуется и на обогрев мест общего пользования, в том числе подъездов и коридоров. Вот за эти стояки и моя мама платит 287 рублей в месяц. К сожалению, у меня тоже нет батареи в подъезде. Ну, оспаривать мы этот сейф-факт не стали, вот ему, вот ему. И это, к сожалению, не высудить, не доказать обратное невозможно. С марта месяца работает закон. Подскажите, ну, 154, да, ФСЗ. 154, да, ФСЗ. Ну, а как тут мы можем? Сажать, вот это очень сложно, но это очень сложно. Она прямо зависит от площади дома, от площади мест общего пользования, от площади квартир с индивидуальным отоплением, то есть от площади отапливаемых квартир. То есть фактически, если раньше была форма простая, площадь умножалась на норматив, умножалась на тариф и получалась стоимость, да? На сегодняшний день, это, в частности, по каждому дому нужно рассматривать, то есть всю эту стоимость. Нет, конечно, это норматив утвержден на Краснодарский край. Он не учитывает, сколько радиаторов у вас установлено, сколько секций, на каком этаже, в каком количестве, диаметре ваших труб и все остальное. То есть это норматив при отсутствии приборов учета, то есть как бы всем одинаково по одной формуле считается потребление тепловой энергии, даже в случае, если отсутствует. По этому вопросу, для того, чтобы заручиться поддержкой, мы обращались в инспекцию за разъяснением и получили ответ, где прямо написано четко, что данное начисление, то есть указанного объема, не ставится в зависимость от наличия или отсутствия приборов утопления в местах общего пользования. Соответственно, наши действия в рамках закона, мы консультируемся с другими организациями, таксоважающими в Краснодарском крае, то есть абсолютно те же самые действия, как у нас. Это про норматив. Растягивайте людей на 8 месяцев. А по факту, в принципе, на те же самые деньги, если просто говорить, которые бы человек заплатил, он бы просто очень сжатый срок. То есть либо условную сумму 10 тысяч рублей растянули на 7 месяцев и получилось нам по тысяче с лишним, либо 10 тысяч пришлось бы платить только в те моменты, когда бы работало отопление. И бремя платежа было бы гораздо выше. То есть мы сможем бы платить по 2, по 3, по 3,5 тысячи рублей. Только в связи с этим связано. То есть это право закона теплоснабжающей организации. В этой части закон они не нарушают никаким образом. Это уже и прокуратура неоднократно проверялась, жилой инспекции проверялась. Абсолютно правомощные действия теплоснабжающих организмов. Здесь, конечно, напрямую содержание своих теплотрасс. Это обязанность организации балансодержательной. По ОТЭК, либо по доверенности арендодателя на ОТЭК. Но на ОТЭК сейчас у нас находится в бедственном положении. В частности, они объявили о своем банкротстве. То есть денег на содержание теплотрасс, к сожалению, сейчас у этой организации нет. Главой района в этом смысле предпринимаются определенные шаги. К следующему году мы будем искать инвесторов для того, чтобы наш тепловой комплекс выводить на более высокий, качественный уровень. Ну, в ближайшем перспективе здесь находится Александр Васильевич Акимцев, исполнительный директор на ОТЭК. Есть такая возможность, да, Александр Васильевич, что апрель-марк месяц, да, к сожалению, когда уже вижу уже саркотические уютки у людей, что когда будет заканчиваться отопительный сезон, мы начнем ее утеплять. Но, в реале жизни таковы. В начале отопительного сезона у на ОТЭКа на это средство просто нет проблем, озвучил. У нас не все дома имеют многоквартирный фонд, управляющую компанию. У нас ровно половина домов, где жители не определились еще, как бы они хотели своим многоквартирным фондом управлять. Вот здесь я к своим землякам хотел бы обратиться с просьбой. Уже сейчас нужно думать о следующем отопительном сезоне и о состоянии тепла, холодное или тепло в наших квартирах, напрямую зависит от состояния системы отопления этого многоквартирного дома. Если систему отопления не промывали несколько лет, а бывает и 20 лет, в советских времен этого никто не делал, то как-нибудь на прямой эфир мы обязательно принесем с Александром Васильевичем, с Ансанычем, мы принесем трубы, которые мы вырезаем, когда мы заходим с промывкой, и покажем в прямом эфире людям, как она выглядит на самом деле. В нее как будто пластилина набили, и бывает, что отверстие, либо его нет, либо со спичечной головочкой. И как вы думаете, сколько тепла пройдет вот через эту трубу? Да нисколько. Поэтому готовиться нужно сейчас. Нужно сейчас подумать об управлении домом. Это наш, я тоже в квартире живу, у нас есть управляющая компания, которая каждый год промывает нам систему отопления, и в наших домах более-менее тепло, как бы мы не жалуемся. Поэтому нужно об этом подумать. Промывать мы начнем нашу систему отопления, как только закроем отопительный сезон, с мая месяца. Не падает, я живу по улице Краснодарская, дети ходят в школу, детей много, наша Краснодарская, Зеленая, Южная, там три улицы. И получается, то остановки, то пешеходного перехода, они идут по обочине. Места для тротуара там предостаточно, можно сделать. Я уже обращалась к этим вопросам, но тишина. Мы уже в край, неоднократно обращались, это дорога федерального значения, вот по обустройству данного тротуара. Данный участок у них запланирован в реконструкцию. Мы сейчас ждем ответ, когда же будет проходить реконструкция данного участка, от дороги. Это начиная от Нового Украинки и заканчиваем поворотом на ЛПДС, станцию Крымск. Вот этот участок уходит у нас в реконструкцию. Нам должны к концу этого месяца подоставить информацию, когда там будет проходить реконструкция, и там же будет обустроен данный тротуар. Замечательно, спасибо большое. У нас есть такой вопрос. По улице Верховного в октябре месяце около трома номер 34 раскопали трубы отопления. До сих пор трома не изолирована, и вот уже с октября 4 месяца никаких работ не производят, а все это открыто. Входят школьники, там во время дня там встретят податы. Александр Васильевич сейчас вам ответит. Это директор филиала на ЛПД. В течение следующей недели все восстановим, а трассу закрываем. Есть вопросы с прямого эфира. Жители улицы Железнодорожной сейчас пишут. Хотели бы узнать насчет нашей улицы по поводу отсыпки и освещения. Сразу спрашивают, возможно ли в этом году, и что планируется. Улица Железнодорожная. У нас в этот год более 200 улиц запланировано в подсыпке, ремонте, григированию. И, думаю, улица Железнодорожная она в этот список попала, и она будет отремонтирована и сделана. А по уличному освещению мы выйдем, посмотрим, что там можно сделать. Планировано есть на протяжении всей улицы 1 марта? На сегодняшний момент, конечно, там строительство тротуара возможно, но я вам не скажу, пока он там не... На этот год у нас не запланирован. Но в администрацию тоже обращаются и разделились? Есть, есть обращение. Мы там небольшой участок сделали, но будем продолжать. Вообще, в планах по строительству тротуара в городе уже они есть, определены, или еще все в процессе? Есть у нас план, по крайней мере, их сделать не меньше, 16 километров. Не меньше. Какие улицы в вашей вот списке с Володой Берей? И Адагунская улица у нас вошла. Сейчас не скажу, там много улиц у нас вошли. То есть тоже этот список мы можем приковывать? Да, да, да. Хорошо. А в рамках краевой программы что мы можем сделать? Ну, это будет известно в конце февраля. В рамках краевой программы тротуар по улице Адагунская и улица Адагунская, асфальт, плюс улица Шевченко. Ну, это район больницы, да? Ну, чтобы визит, вот этот вот такой. Опять же, такая ситуация по улице Пушкина становится, нету ливнерки, некуда отводить воду. Дворы у людей намного ниже. Сейчас там уже такие ямы, а мы его постоянно градируем, подсыпаем, ее надолго не хватает. А как можно решить этот вопрос? Что нужно сделать? Прокопать ливнерку. Что не дает? Не дает. Со своими заездами, которые сделали, благоустроили заезды без ливнерки, без ничего. Там ливнерки никогда не было. А что я должен там трубу закладывать? Я вам не дам тут прокопать и все остальное. А можно тут проехать и посмотреть. Выполнен заезд, плиточки, все у него красиво, все аккуратно, и все остальные. И по улице невозможно ни пройти, ни проехать. У нас есть еще вопросы от жителей района. Спрашивают, когда будет дорога из Плавненского в Ольховский? Здесь вообще в планах на 20-е год. Это Крылая дорога муниципального значения. Насколько я знаю, на этот год есть только отсыпка. И вот такой же вопрос от экономического до Крымского. Когда доделают нормальную трассу? объект, я сейчас скажу, 31 мая данный объект будет сдан. То есть это окончательно? Да, дленно окончания работы. Есть вопрос по улице Кочергинам. Спрашивают, заасфальтируют ли когда-нибудь вторую часть этой улицы? Часть заасфальтирована, часть нет. Планируется или нет? В этом году мы ее отремонтируем, щеплено подцепим при необходимости, но в асфальт она не пойдет, потому что для того, чтобы ее заасфальтировать, это участок, это нам нужно сделать проект, пройти государственную экспертизу и потом уже документы подавать на край, на отступление, отхождение в программу. А у нас таких улиц больше половины, которые тоже пока не планируются. Параулок улицы Тарана со стороны улицы Ленина тоже спрашивают, есть ли программы по ремонту? Нет, мы его буквально недавно делали. по осени мы там отсыпали, там тоже были большие. Опять, нету ременки. Дворы выходят, прям по край проезжей части заборы стоят, и все. И вот вода стоит, и один сосед от своего дома гоняет воду в другом доме. их заоспортировали. Следующим приоритетом, конечно же, пойдут улицы, и президентам, и губернаторам такая задача перед главами районов стоит. В количественном выражении увеличивать протяженность именно асфальтных дорог. Сейчас на гравийной дороге денег просто не уделяют, потому как это абсолютно жизнь доказала, способ неэффективный, они расползаются, и что деньги тратили, что не тратили, дают только на свадьбе. Следующим этапом в 21-22 году будут в городе Крымске и в населенных пунктах наших асфальтироваться дороги те, в первую очередь, которые подходят к социально важным объектам. Это, в первую очередь, школы, детские сады и больницы. И только третьей ступенью у нас пойдут те артерии городские, где, вот как вы говорите, есть какой-то трафик людей, но это перспектива 25-26 года. То, что мы делаем две дороги в этом году Адагунская и Шевченко, поверьте, это тоже очень важное событие, очень для автомобилистов и для жителей этих улиц в том числе. по состоянию дворов. Нам нужно будет еще раз людям пояснить, кто ответственный за то, как выглядит их двор, в каком-то состоянии, куда им обращаться, что им делать и чьими силами. Вообще, людям нужно объяснить, что придомовая территория это их частная собственность. И за этой территорией, если дом как раз вернемся к первому раздорову, если дом находится под управлением, то есть здесь есть какая-то управляющая компания, то в их обязанности входит домовая, придомовая территория, то есть тот минимум, чтобы она была всегда чистая, опрятная. То, о чем говорит Сан Саныч, что они обязаны ее подметать, они обязаны собирать мусор, они обязаны косить траву, а вот все остальное конечно они уже делать не обязаны. То есть если жильцы дома на своем собрании решат, что они уже готовы на более высокую степень красоты заступать, то есть посадить цветы, сделать клумбы, лавочки или еще что-нибудь, вот на этом общем собрании не принимают решения, приглашают само собой на это собрание управляющую компанию, и за определенные взносы дополнительные они могут это все сделать. И потом опять же за этим должна будет следить управляющая головка. Улица Курганная тоже несколько уже было вопросов, там отремонтировали Лермонтова, очень хорошо заасфальтировали, а вот этот маленький кусочек он остался, да, и спрашивают в этом году сделают или нет. в этом году данный кусок не вошел в программу вы слышали в этом году нам пока на первый этап далее на две улицы, но сметок он у нас и смечен, он у нас есть, документы. Если будет второй программ, мы сразу же в секунду готовы предоставить документы, чтобы войти в программу его заасфальтировать, он у нас в первоочередном плане, потому что мы когда асфальтировали улицу, вернее, делали даже реконструкцию, можно сказать, улицы Лермонтова, то этот кусок нам не пропустили, потому что этот кусочек улица совсем другая, улица Курганная, и поэтому он как бы не прошел по программе, и поэтому бордюры мы установили, но сейчас бы еще там слой асфальта поставить вообще-то замечательно было, и забыли о том участвовать.